МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТУСУ новости. В студии работает Гульмира Тимиргалеева, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилейный год. В 30-ю годовщину независимости 130-летий выдающегося земляка отмечают жители Аксусского района. На всеобщее обозрение. С начала года госслужащих обяжут регистрировать доходы и расходы. Проверка на прочность. В очередной раз спасатели Алматинской области вызвалили автолюбители из снежного плена. С 60-летием поздравил сегодня Амандык Баталов, заместителя руководителя аппарата Акима области, Шумагула Олимбекова. Глава региона отметил его плодотворную работу в качестве опытного специалиста на государственной службе. Шумагул Олимбеков начал свою трудовую деятельность в сфере сельского хозяйства. В течение нескольких лет курировал отдел организационно-инспекторской работы аппарата Акима области, а также принимал активное участие в обеспечении реализации государственной политики. На сегодняшний день, занимая ответственный пост, им решаются важные дела региона. Шумагул Олимбеков работает на государственной службе более 20 лет. Он обладатель медали Ерен Янбегу-Щен, Амандык Баталов пожелал юбиляру крепкого здоровья, успехов в труде и семейного благополучия. Уже в этом году жители Балхашского района смогут посещать новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Обновлены ряд социально значимых объектов в нескольких селах. В скором времени завершится и газификация населенных пунктов. Этими и другими новшествами поделился Аким Баканадского сельского округа на отчетной встрече с жителями села Бояулы. Какие проблемы были решены и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни населения в этом регионе, узнаем из материалов сюжета. В Балхашском районе насчитывается 15 сельских округов. Общая численность населения района свыше 32 тысяч человек. Большое внимание властями региона уделяется социально-экономической сфере. В Баканадском сельском округе, куда входят села Ушарма, Бояулы и районный центр, в прошлом году по госпрограмме «Дорожная карта занятости» полностью отремонтировано 12 улиц. В планах обновить еще пять, а также провести уличное освещение. Большая работа проведена за год и в селе Бояулы. Здесь отремонтирована объездная дорога, появились пешеходные тротуары и парковка. Уже в этом году жители села ожидают кардинальные перемены. В этом году нам выделено свыше 2 миллиардов тенге бюджетных средств. Из них 1 миллиард 161 миллион тенге на газификацию. Также запланирован ремонт дорог. В текущем году в плане газификации четыре села. Сейчас работы ведутся в Баканадсе, на очереди село Агдала. В этом году газифицируем и село Бояулы. На стадии завершения физкультурно-оздоровительный комплекс, строящийся по программе Аул Ельбесига. В Баканадском сельском округе проживает более 7 тысяч жителей, среди которых большое количество многодетных семей. Поэтому жилищный вопрос для сельчан является одним из приоритетных. Уже в будущем году в районном центре будет начато строительство пятиэтажного дома. На это выделено 295 миллионов тенге. Дополнительно 109 миллионов будут направлены на благоустройство территорий и строительство инженерных сетей. В прошлом году мы выдали 20 единиц арендного жилья. В нынешнем году на жилищное строительство нам выделено более 2 миллиардов тенге. Уже в следующем году мы начнем строительство 40-квартирного жилого дома. В Балхарском районе внимание уделено и развитию сельского хозяйства. Только в Баканадском сельском округе действует 77 крестьянских хозяйств, занимающихся разведением скота. Из 183 жителей села Бояулы большая часть животноводы. Однако, по словам сельчан, развитию дела мешает нехватка пастбищ. К слову, это проблема целого района, ведь большинство полей пахотные. Многие сельчане живут за счет разведения скота, но его выпуск для нас проблематичен. С одной стороны пахотные поля, с другой – речной канал. За выпуск скота на полях нас штрафуют, поэтому мы с нетерпением ждем решения нашей проблемы. Наряду с наболевшими вопросами на отчетной встрече Акима сельского округа прозвучали и плюсы. Несмотря на небольшую численность и удаленность села, Бояулы – образцовый поселок. Благодаря меценатам из числа местных жителей в селе появилась спортивная площадка, медресе и мечеть. Отремонтирована и школа. Тем не менее, Акиму сельского округа есть над чем работать. Общим голосованием жителей работа местного главы была признана удовлетворительной. Гульмира Тимиргалиева, Жаев Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Балхашский район. В этом году ЖТСУ отмечают 130-летие Великого Акына Айтескера, уроженца Оксусского района Куата Теребаева. В честь юбилея в районе и области готовятся к проведению масштабных мероприятий. Правда, в этом году в связи с пандемией – онлайн. Единственная школа в селе Кугызек Оксусского района имеет почти вековую историю. Образовательное учреждение распахнуло свои двери еще в 1927 году. Но имя Великого Казахского Акына – Куата Теребаева – школа получила ровно 30 лет назад. В честь независимости страны. «Тогда я был обыкновенным учеником. В ту пору я и не предполагал, что буду возглавлять родную школу. Сейчас уже 8 лет являюсь директором, а в общей сложности проработал здесь 25 лет. С уверенностью могу сказать, что гордость школы – это, конечно, наши ученики и учителя. У нас 150 учеников и 40 преподавателей. Все активно участвуют в жизни школы и ежегодно организовывают, а также участвуют в самых разных конкурсах, проводимых в честь нашего Акына». Первое масштабное мероприятие «Теребаевские чтения» прошли в 2012 году. Еще тогда первая ученица Кокзекской школы выиграла первое место на районном уровне. И эта цепочка продолжается из года в год. В истории учебного заведения не было случая, чтобы в тройку лидеров не попали учащиеся школы, которая носит имя выдающегося поэта. Так, например, Алина Нургазе – ученица 8 класса, победительница чтений в этом учебном году. Она стала лучшей среди 30 других участников района. Я с 10 лет пишу стихи, вдохновляясь творчеством стихами Куата Теребаева. В этом году изъявила желание участвовать от имени нашей школы в чтениях. Сначала прошла отбор в школе, позже выступила на районном уровне. У меня есть даже свой арнау для Куата Теребаева. В этом году я выпускник. За 11 лет меня многому научили. Преподаватели не только способствовали моему образовательному росту, но и личному, за что я им очень благодарен. После того, как я отучусь в УЗИ, хочу вернуться в Куакозек и сделать свой вклад в развитие родного края. Куат Теребаев был всесторонне развитой личностью. Казахский народ восхищался не только поэзией, но и виртуозным исполнением на дамбре Айтаскера. В школе немало ребят, которые равняются на Куата Теребаева. А руководитель кружка Саркатпек Рахмбеков помогает детям освоить казахский музыкальный инструмент. Школа небольшая, поэтому обучение здесь проходит в оффлайн-режиме в две смены. Заметим, с соблюдением строгих карантинных мер по одному ученику за партой в защитных масках. У нас сегодня был интересный урок. Учительница познакомила нас с жизнью и творчеством Куата Теребаева. Он внес весомую лепту в развитие народной казахской поэзии. Я горжусь, что учусь в этой школе. К слову, помимо обязательных тестирований и подготовок по повышению квалификации, преподаватели школы еженедельно проводят мероприятия в самых необычных форматах. Это могут быть игры, дебаты или просто обсуждения. У нас есть молодые специалисты, у нас есть учителя с высшим образованием, со старшим. Было свое время обмен опытом между учителями со стажем и молодыми специалистами. Почему? Потому что мы должны все время повышать качество знаний учащихся. Среди наших выпускников есть студенты Казахского государственного университета имени Аль-Фараби, Алматинского государственного университета. Учатся в Восточно-Казахстанской области, тоже обучаются на гранте очень много учеников. Успехи учащихся – гордость школы имени Теребаева. И это неудивительно, ведь статус учебного учреждения села Кугазек обязывает не только с честью носить имя выдающейся личности, но и соответствовать высокому имени. Об этом свидетельствуют и спортивные достижения школьников. Стоит отметить, все награды учащиеся получили за последние четыре года, и это только по боксу. Свыше ста соревнований разных уровней, и все победные. Я сама выпускница этой школы, поэтому мне в радость тренировать земляков. Горжусь их достижениями. За эти годы мы получали призовые места на республиканских и даже международных стартах. Были в России с ребятами, вернулись с победой. В группе тренируются восемь ребят. Сейчас готовимся к другим важным стартам. В школе есть и мини-музей имени Теребаева. Все личные вещи казахского поэта, а это награды, газетные вырезки, сундук и даже предметы его гардероба образовательному учреждению предоставили близкие родственники Теребаева. Сейчас его потомки живут в городах, но не забывают о своей малой родине. Они с удовольствием участвуют в каждых мероприятиях, организованных в честь юбилея их выдающегося предка. К слову, у Куата Теребаева трое сыновей, девять внуков и шестнадцать правнуков. Он был честным, добрым и очень талантливым человеком. Я горжусь тем, что являюсь частью семьи Теребаевых. Наша большая и дружная семья ежегодно участвует в организации мероприятий в его честь. Но в этом году в связи с пандемией придется сделать празднование 130-летия в узком кругу. Память о Куате Теребаеве хранится не только в сердцах его потомков, но всех соотечественников. А его самобытные произведения передаются из поколения в поколение. Ведь пока живут стихи поэта. Жив и он. Совершенствовать закон. Улучшение механизмов работы земельных отношений стало одной из приоритетных задач текущего года. По поручению Акима Алматинской области Аманды Кабаталова для этой цели создана специальная группа под руководством заместителя Акима области Серика Турдалиева. За ходом работы наблюдают руководители различных структур областного и республиканского значения. После поручения Акима области Аманды Кабаталова о совершенствовании системы деятельности земельных отношений, работа началась незамедлительно. Специальная мониторинговая группа при Департаменте по противодействию коррупции направилась в отдел земельных отношений. Некоторые из аспектов работы отдела вызывают недовольство среди населения. Главной причиной, по мнению многих людей, является запутанность системы их работы. Как показывает практика работы мониторинговой группы, недоработки и пробелы в урегулировании деятельности любых структур несут определенные коррупционные риски. Для их исключения ведется активная совместная работа отдела земельных отношений города и мониторинговой группы. В этом году по землям сельхозназначения у нас проведена очень хорошая работа. 974 гектара вернули в госсобственность, а также с недоросовестными землепользователями работаем через налоговую по увеличению 10-кратного налога за неиспользуемые земельные участки. В этом направлении работа хорошо идет. А также хотел бы добавить, что отдел земельных отношений полностью сотрудничает со специальной мониторинговой группой. То есть отдел земельных отношений полностью открыт. Инициатива улучшения системы земельных отношений принадлежит Ельбаса и активно поддерживается президентом Касымжемартом Токаевым. Для повышения прозрачности и исключения коррупционных рисков ведется совместная работа департаментов антикоррупционной службы и мониторинговых групп по всей республике в онлайн-формате. Поскольку данная задача имеет высокий приоритет исполнения, в своей работе они пользуются поддержкой различных руководителей республиканского значения. Один из таких – председатель агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олег Шпекбаев. На ВКС с участием всех представителей СМГ Республики и во главе с республиканской группой СМГ разрабатывается план работы СМГ на 2021 год с учетом выполненных индикаторов 2020 года и выработка дополнительных индикаторов во исполнении антикоррупционной стратегии 2015-2025. На данный момент работа специальной мониторинговой группы при департаменте антикоррупции области ведется в сферах земельных отношений – строительства, спорта, образования и других. Согласно проведенным международными специалистами исследованиям, департамент антикоррупции занимает вторую позицию в рейтинге доверия среди населения после президента страны. Рустам Аралбаев, Ержан Дюсен, Телеканал ЖИЦУ. Декларирование пройдет в четыре этапа. Первый уже начался 1 января текущего года. На данном этапе отчеты будут сдавать госслужащие. Так, например, уже сегодня в Алматинской области сдали декларацию свыше 5000 человек. Для удобства ее отправки в электронном виде на веб-портале Комитета государственных доходов работает Кабинет налогоплательщика. Также в этом помощь окажет сайт ЕГОВ и мобильные приложения ЕСАЛЭК АЗАМАТ и ЕГОВ МОБАЙЛ. Кроме того, физические лица могут предоставить декларацию по месту жительства. Для сведения срок сдачи документов на бумажном носителе до 15 июля. В электронном не позднее 15 сентября текущего года. Если первый этап вводится с 2021 года, второй этап с 2023 года, третий этап с 2024 и четвертый этап для всех граждан нашей республики это с 1 января 2025 года. Это делается для всеобщего декларирования, чтобы прозрачности было, получаемых в доходах и их затраты. В случаях непредставления этих деклараций органами государственных доходов будут направляться соответствующие уведомления для исполнения, для предоставления. А если по нарушенным срокам, соответственно, будет возбуждаться административное производство. Это штраф. Зима и дороги продолжают проверять на прочность спасатели и автолюбители области. В эти выходные в ущелье Кок-Лайсай машина с людьми едва не упала в обрыв. В автомобиле находились трое людей. Неприятный инцидент произошел 23 января примерно в 4 утра. После получения сигнала СОС оперативная группа в составе 6 человек выехала на место происшествия. Как оказалось, автомобиль при подъеме в гору съехал с дороги. Два колеса зависли над обрывом. Машина уперлась задним крылом в дерево. Это и предотвратило падение с высоты. Благодаря грамотно и своевременно предпринятым мерам удалось спасти людей. Днем ранее из снежного плена на трассе Коктал-Саройзек в сторону села Нталэ были освобождены 3 автомашины, в которых находилось 9 человек. Самонадеянные водители выехали в метель, проигнорировав СМС-оповещение экстренных служб. Однако, по иронии судьбы, застряв на снежном перевале, они были вынуждены сами обратиться на номер 112. Сразу после получения сигнала добровольные пожарные формирования выехали на помощь. С помощью двух единиц техники граждан эвакуировали и доставили до места постоянного проживания. СМС-оповещение Молодежь Талдыкургана помогает пожилым жителям и зимой. Главное в эти дни – уборка снега. Волонтеры молодежного ресурсного центра посетили 10 семей города. За последние дни в Талдыкургане выпало большое количество осадков. Волонтеры Центра обслуживания молодежи решили помочь пожилым жителям города расчистить дворы. И пришли не с пустыми руками. В рамках акции вручили продуктовые корзины каждой из посещенных семей. В городе Талдыкурган в последние дни очень много выпало снега. Из-за этого мы, волонтеры города Талдыкурган, Центра обслуживания молодежи, проводим такую акцию – очистить дворы от снега. И помогли продуктами первой необходимости. И эту акцию мы будем проводить зимой постоянно. 84-летняя Рая Мамбетова живет в селе Еркин. Она доблестно трудилась на благостраны многие годы, за что имеет 4 медали и множество других наград. Сейчас из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем она не в силах самостоятельно очистить двор от обильно выпавшего снега. За нее это сделали волонтеры молодежного ресурсного центра, также передав ей продуктовую корзину. Огромное спасибо от старшего поколения младшему. Мне уже за 80. За свою жизнь я много и упорно трудилась, никогда не боясь тяжелой работы. Но сейчас в силу возраста и здоровья уже не могу этого делать. Молодежь постоянно приходит помочь мне убраться в доме и на прилегающем участке. И зимой, и летом. Огромное спасибо за это. С таким новым поколением я уверена, что мы достигнем любых высот. Всего с начала зимы молодежным ресурсным центром подобная помощь оказана порядка 3 тысячам семей. Сами волонтеры рассказывают, что помощь другим, особенно своевременная, приносит людям радость и сближает их. Рустам Араубаев, Ержан Дюсен, Телеканал ЖИЦУ. В Нур-Султане задержан водитель такси за выезд на полосу встречного движения. Патрульными полицейскими водитель автомашины Киа Рио был задержан. За выезд на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, нарушителя ждет административная ответственность. Как сообщили в полиции, собранный материал в отношении водителя такси направлен в административный суд Нур-Султана для принятия процессуального решения. За подобные нарушения водителям грозит лишение прав сроком до 6 месяцев. Алматы вошел в красную зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, в красной зоне уже находятся 8 регионов Казахстана. Это города Алматы, Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Атрауская, Кустанайская, Североказахстанская, Акмолинская и Павладарская области. В желтой зоне остаются Карагандинская и Алматинская области. В зеленой зоне расположились город Шимкент, Казалардинская, Актюбинская, Мангустауская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области. Напомним, в красной зоне вводятся строгие ограничительные меры. В желтой сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А зеленая является показателем стабильной ситуации. Изумрудные воды озера Подпецка, обрамленные холмами и фермерскими домами, когда-то были живописным местом рыбалки в Западной Сербии. С недавнего времени один только запах скопившегося мусора отпугивает ценителей дикой природы. Проливные дожди в январе вывели на поверхность одной из самых давних проблем Западных Балкан – тонны мусора. Отходы скапливаются на плотинах гидроэлектростанций, таких как Подпецка, а также на живописной реке Дрина в восточной части Боснии. Похожая ситуация в Северной Македонии и Косово. Во всем регионе эффективное управление отходами сдерживается небольшими бюджетами, устаревшей инфраструктурой и равнодушным отношением к проблеме со стороны властей. Незаконные свалки – обычное дело на сельских дорогах и окраинах больших и малых городов. Вчера состоялся масштабный турнир UFC 257 этого года. В главном бою вечера за звание претендента за титул в легком весе сразились первый номер рейтинга Дастин Парье и звезда промоушена Конор Макгрегор. Большинство были уверены в безоговорочной победе скандального ирландца. Однако ставка не сыграла. Американец Дастин Парье удосрочил своего оппонента во втором раунде техническим нокаутом. Эта новость шокировала все ММА-комьюнити. Дополним, перед основным кардом в прилимах дрался и наш соотечественник Жалгас Шумагулов. Увы, добиться победы в битве с Амиром Альбази из Швеции ему не удалось. Казахстанец проиграл единогласным решением судей. Напомню, это его второе поражение подряд в крупнейшем промоушене мира. ЖИТСУ совершил камбэк. В Павлодаре завершился третий тур чемпионата страны по волейболу среди женских команд мастеров Национальной лиги. Татакурганские волейболистки сыграли все матчи второго тура и преуспели в третьем. С большим преимуществом ЖИТСУ обошел всех своих соперников. Клуб вновь стал претендентом на первое место. Теперь турнирная таблица выглядит следующим образом. На первом месте по-прежнему остается Алтай. Вторую строчку крепко занял ЖИТСУ. На третьем расположилась команда Куаныш. Сейчас областные спортсменки начали подготовку к четвертому туру нацлиги. Он пройдет в Петропавловске. Также стоит отметить, в четвертую лидеров намереваются попасть все клубы. По окончанию основного чемпионата в Казахстане стартуют плей-офф игры за самый престижный суперкубок Казахстана. По предварительной таблице можно определить, что должны быть ЖИТСУ на первом месте. Так планируем. На втором месте будет Алтай, на третьем будет СКО Петропавловск, Куаныш, и на четвертом будет Алматы. То есть, кто первое место занимает, он играет с четвертым. Кто второе место занимает, тот играет с второй, с третьим. То есть, мы планируем с Алматой сыграть, Алтай будет играть в плей-офф с СКО. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok